Всем привет дорогие друзья! И в этом видео вы узнаете об упражнениях для создания сильных ног. Я подскажу несколько упражнений, которые позволят твоим тонким костям на ногах обрасти мясом. Все, что тебе понадобится, штанга или гантели. Продолжение следует... Но в этом варианте их вполне можно заменить тяжелыми гантелями. Чтобы получить максимальную пользу от упражнений, постарайтесь все сделать правильно. Встань прямо, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Положи штангу на плечи, придерживая представленными плечам для подстраховки ладонями. И постарайся при этом максимально высунуть локти вверх, настолько, насколько позволяет гибкость. Спину, как всегда, нужно держать прямо. Бедра чуть-чуть отвести назад, чтобы едва касаться пола во время приседа. Убедись, что ты держишь свой вес на пятках и колени на одной линии с твоими ногами. Когда ты максимально опустился во время приседания, то в положении стоя нужно вернуться как бы через пятки. Нажав на них всем весом, выполнить три подхода от 8 до 12 повторений. Трехходовой выпад Трехходовой выпад – это своеобразный чит, особенно если учесть тот факт, что это не просто отдельное упражнение, а три разных движения. Опасаться его не нужно. Это отличное упражнение для твоих квадрицепсов, подколенных сухожилий и ягодичных мышц. С помощью штанги, соответствующей твоим силам, возможностям не нужно сразу обвешивать ее блинами. Начни с легкого веса, чтобы привыкнуть к нагрузке. И данными тебе самой природной и многовековой человеческой эволюции ногами можно сделать передний и боковой выпад, а также изящный реверанс. В конце первого подхода твои ноги должны буквально сгорать от напряжения, поэтому будет лучше, если весь подход ты будешь делать упражнение на одну ногу. Встань прямо, ноги примерно на ширине плеч. Делай шаг вперед с правой ноги, с пятки. Старайся сделать его максимально широким, чтобы у пятки левой ноги не оставалось другого выхода, кроме как оторваться от земли. Не останавливаясь, делай выпад в сторону, при этом сделать так, чтобы ступни обеих ног полностью касались земли. После этого, опять же, усилим пяток, возвращайся в исходную позицию и сразу переходи на третье движение. Правую ногу посылаешь по диагонали вперед, заступая за левую. Правая нога на земле, левая в стороне. При этом колено левой ноги должно опуститься на пол. Оба выпады и реверанс считаются как одно повторение. Всего нужно выполнить 6-8 таких движений перед сменой ног. С помощью гимнастического шара можно неплохо развить и укрепить свои подколенные сухожилия без использования типичных тренажеров и тяжелых грузов. Кроме того, с лихвой достанется ягодицам и бедрам, с помощью которых ты будешь поддерживать равновесие. Ляг на пол и положи свои икры и пятки на шар. При этом ноги должны быть полностью выпрямлены. Опусти руки вдоль туловища, ладонями внутрь, чтобы помочь поддерживать баланс. И в такой вот незатейливой позе начни выпрямлять с бедра так, чтобы все тело образовало прямую. Нажав пятками на мяч, согни колени и начни аккуратно перекатывать мяч к туловищу. Поднимая бедра все выше и сохраняя прямую линию между коленями и плечами. Когда шар подкатился слишком близко, начни делать обратные действия. То есть откатывать его от себя. Вот это и будет считаться одним повторением. Всего нужно сделать от 10 до 12 таких повторений. Переоценить эффективность прыжков на скакалке практически невозможно. Кардио и общий тонус. Однако, такое упражнение способно заменить целый комплекс, который сделает твои икры могучими. Но если у тебя не на скакалке, можно просто прыгать и вертеть руками, чтобы не болтались без дела. Но прыгать в обязательном порядке на одной ноге. По 5 подходов с 10 прыжками на каждую ногу. В итоге должно выйти по 100 прыжков на каждую. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok